Итак, поговорим о категории лица. Что же в ней такого, в этой категории, что заставляет обращаться к ней и обращаться многих и многих учёных? Во-первых, вопрос простой. Чем она отличается от других категорий глагола? В самом наивном представлении их пять. То есть это наклонение время-лицо, вид-залог. И категория лица оказывается какой-то особой. Это её особость. Можно увидеть, например, в грамматике 80. Её как категорию, оформляющую сказуемые, то есть предикативную категорию, изъяли из состава предикативных. К ней особо обращается Виноградов. У Виноградова есть категория лица как в именах, то есть в существительных, так и в глаголах. Но вот категорию лица, в принципе, не повезло. Почему? Потому что так сложилось в лингвистике, что мы шли всё к более узкому и узкому пониманию слова «категория». То есть слово «категория» философское, а сейчас мы его свели до категории морфологической, то есть словоизменительной. То есть это значит категория рода, числа, падежа. А вот наши предшественники используют слово «категория» в очень широком смысле. То есть это любое абстрактное значение, выражаемое множеством чего-то. И поэтому для Виноградова, например, Виктор В. Владимирович, категория лица – это и лицо в существительном, и лицо в местоимении, и лицо у глагола. У нас с вами сейчас, если мы открываем учебники, мы находим только лицо как словоизменительную категорию глагола. То есть это вот почему глагол спрягается, изменяется. Ну вот я хочу вернуться вот к этому старому пониманию, потому что оно оказывается перспективным именно сейчас, когда лингвистика стала интегральной и когда она соединяет с одной стороны семантику и грамматику, с другой стороны анализ текста и анализ системы. Кроме того, лингвистика стала объяснительной. Это значит, любое, что мы как лингвисты предлагаем, мы должны объяснить и доказать. И делать это надо посредством анализа текста. То есть не выдумывать фразы и не склонять или спрягать какое-нибудь слово, а брать его из реального текста и смотреть, что там с этим текстом, что там с этим словом происходит и с этой формой происходит. Ну вот и поэтому получается, что категория лица сейчас оказалась очень обсуждаемой и востребованной. Почему? Потому что кроме объяснительности и интегральности у нас еще лингвизика стала антропоцентричной. То есть мы изучаем грамматические категории в связи с человеком. И как раз вот то самое лицо, это и есть наиболее антропоцентрическая категория. Ну, что получается? Значит, если я вернусь к Виноградову. Почему? Потому что все-таки надо признать, что в русистике очень много сейчас в современной русистике идет от Виноградова. Даже люди, которые не являются русистыми, а являются структуралистами и типологами, они произносят, то есть пишут так. В русском языке все, как обычно, начинается с Виноградова. Это правда. Так вот, Виктор Владимирович Виноградов слез за шахматом, рассматривал лицо, во-первых, в рамках глагола, как обычную словоизмеительную категорию, во-вторых, он находил категорию лица в существительном. Что это такое? Это существительный мужского рода, мужского пола, которые в рамках категории одушевленности имеют большие возможности, чем другие одушевлённые существительные. Но такой самый наивный вариант, это у нас с вами, ну, чтобы пример их много признаков, но что будет самый наивный вариант, это сочетаемость числительных, собирательных с существительными. Числительные и собирательные по русскому правилу соединяются с существительными мужского рода, мужского пола. То есть трое или пятеро братьев, но три или пять сестёр. Значит, у существительных мужского рода, мужского пола есть какие-то особые свойства, которых нет. И вот Виноградов называл-то категорией лица. И Сальченко спорил с Виноградом, говорил, нет, у русского существительного есть одушевлённость, но нет лица. Но вот важно, почему не Виноградов? Потому что Виноградов, ещё ко всему прочему, творец категории образа автора в тексте. Виноградов считал, что категория лица в широком смысле, в рамках морфологии, это организующий центр высказывания, то есть предложения, с одной стороны. С другой стороны, Виноградов считал, что образ автора – это организующий центр всего художественного определения. Если мы соединим одно с другим, мы понимаем, что это явление очень близкие, то есть это что к образу автора, это вообще категория лица в тексте. Получается, что мы сейчас не можем изучать категорию лица вот так, как изучали раньше. Вот склонение, спряжение глаголов, и всё. Нет, не только спряжение глаголов, это и семантика глаголов, это и семантика существительных, это и местоимения, и более того, это опущенные компоненты предложений, то есть незамещённые позиции, или, как в синтезе, их называют нули. И в этом случае получается, что это гораздо больше, чем мы привыкли. Так вот, если всё-таки думать о том, чем категория лица отличается от других категорий. От наклонения времени эта категория отличается тем, что она имеет не только синтетические показатели, не только при помощи окончаний и суффиксов, но она ещё выражается посредством рядом стоящих членов предложения, прежде всего местоимений и существительных. От категории вида и времени, то у нас с вами есть видовременная форма, то есть время выражается видовременной формой. И вот эти две категории, они как бы разделили идею времени на части, на две части. Время, категория времени, это характеристика времени по отношению к точке отчёта, то есть моменту речи, а вид это временная характеристика действия без точки отчёта. И поэтому получается, что идеи времени имеют два показателя. Один как бы от момента речи, а второй без него. То есть категория идеи времени оказалась, ну таких представлено с двух сторон, а лицо нет. Лицо так и осталось одно, но оно и взяло эти два направления. Одно направление – это по отношению к моменту речи, то есть к участникам речевого акта. А второе направление – оно связано с семантикой существительных и глаголов, то есть это характеристика субъекта как личного, одушевленного, неличного, то есть предметного или вне личного, то есть пространственного. И поэтому получается, что предложения вообще по-разному ведут себя по отношению к категории лица. У нас есть, это Юрий Сергеевич Степанов когда-то написал, у нас есть я-предложение и он-предложение. Я-предложение – это, например, скучно, грустно, обидно, больно. Без показателя субъекта, без показателя лица они читаются по первому лицу. А предложения, в которых мы изображаем мир как объективный, нормальной формой является категория, то есть третье лицо. Поэтому, между прочим, Пешковский считал, что исходная форма лица – это третье. Почему? Потому что если мы изображаем объективную действительность, то мы ее называем, то есть предъявляем все объекты посредством существительных, а сфера, в которой работают существительные – это сфера третьего лица. В первом лице у нас с вами я, во втором лице – ты, вы и все, кто слушает, а зона третьего лица – она представлена всем набором имен, то есть существительных. И поэтому получается, что действительно то, что Пешковский называл нулевой категорией, то есть исходное – это изъявительное наклонение, третье лицо – настоящее время. То есть это объективный способ представления ситуации. Категория лица важна еще и по другой причине. Категория лица делит тексты. У нас с вами есть эпические тексты и лирические тексты. Эпические тексты – это тексты третьего лица. В них мы должны подавать мир так, как он есть. Лирические тексты – это тексты первого лица, поэтому там все решает первое лицо. И знаешь, мы получаем, что категория лица теперь значима для уровня формы слова, то есть для глагола, для местоимения, для семантики, соотношения по семантике существительных и глаголов в рамках предложения, для целого предложения с точки зрения семантики и для текста. Теперь, если говорить о средствах выражения категории лица, мы привыкли, что это еще окончание, но у нас еще есть местоимение, а еще есть незамещенные позиции. И вот с этой точки зрения категория лица действительно уникальна. Она представляет, показывает нам, как соединяется вне языковое объективное содержание с моим я. И техника вот этого соотношения не, собственно, выразить, а не выразить. То есть это опущенные, незанятые позиции, и это называется эгоцентрической грамматической техникой. Общий ее закон такой – чем ближе к я, тем больше нулей. Поэтому трудно понимать стихи, трудно их воспринимать, не соединяя себя с писателем, с поэтом. То есть, если мы говорим, допустим, и скучно, и грустно, то кому? Конечно, Лермонтову, но не только. Эта самая незамещенная позиция позволяет соединить Лермонтова и читателя, то есть его лирическое «я» и наш с вами душу, которая читает, то есть человек, который читает его собственную душу с душой писателя. Значит, в результате получаем, что категория лица может работать так – совпадает, не совпадает, сближается, противопоставляется. То есть есть два механизма в этом смысле, то есть совпадение-совпадение, включенность-исключенность. И работают тут не просто, опять же говорю, показатели, а наоборот – пустое место, то есть отсутствующие показатели. Пожалуйста, докажу. В дверь постучали. Кто? Кто-то, но не я. Цепляют по осени, считают. Кто? Все и я в том числе. Поэтому вот это вот пустое, незанятое место, которое является, собственно, показателем в рамках категории лица позволяет нам осуществлять такие тонкие соединения между тем, кто говорит, тем, о ком говорят, и тем, кому говорят. То есть этими тремя зонами, которые обозначаются как первое, второе, третье лицо. Значит, если мы с вами читаем Чехову, у нас все время хочется ответить на вопрос – как же так он делает, что вы как бы чувствуете это содержание изнутри того мира, изнутри, а использует он для этого нули. Нули при соответствующих словах, то есть глаголах. Например, если там будет чувствовался, и ничего больше не будет. Кому? Прежде всего я, если нет показательного, там было третье лицо, там героиня. В результате получается, что это мы с героиней, с ее я соединяемся и чувствуем этот мир, ее чувствами. Таким образом, роль, категория лица в этом, какова соединить я героя и вот этого самого читателя. А средства – это семантика глаголов, это местоимение с их возможностями, и это незамещенные позиции при определенных формах глагола. То есть третье множественного, оно дистанцирует я говорящего, или там героя, от тех, которых неизвестно или известно. И с другой стороны, второе единственного, наоборот, сближает. Получается, что, еще раз говорю, кроме обычного стандартного совпадения и несовпадения, которые есть для любой предикативной категории, для лица вот это есть функция включенности-исключенности, сближать или отдалять. Но нули все равно действуют в связи с я, даже если это неопределенно личная форма. Поэтому получается, ну вот сложность категории лица, в отличие от других категорий, состоит в том, что от нас, как читателей, многое требуется гораздо больше, чем тогда, когда вы просто имеете категорию времени. То есть здесь надо понимать, куда тебя ставят. То есть это, попросту говоря, грамматика точки зрения. То есть как в кино, когда вы точно должны знать, с какой камерой вы все это мыслите и как говорите. Вот если как-то подводить итоги, то все, что сейчас происходит в лингвистике, называется слово прагматика, все упирается в категорию лица.